Саламас Тарма, Курмет Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. В вчерашнем эфире я говорил, что до самого проведения эфира, митинга 21 сентября 14.00, я буду ежедневно выходить в эфир и рассказывать о тех действиях, которых необходимо совершить, для того, чтобы митинг получился наиболее эффективным. Прежде чем мы обсудим такие детали, я хотел бы сейчас озвучить места проведения митингов в различных городах. У меня список 20 городов и откомментировать на вопросы, которые мне задают наши сторонники, живущие в районных центрах, в различных поселках, селах и так далее. Итак, у меня список 20 городов. Хочу вас проинформировать, что на моем канале Мухтар Аблязов, на канале 1612, есть много рекламы с графиками, с видео, с плакатами, которые дают точное местоположение организации митинга в том или ином городе. Поэтому то, что я сейчас озвучиваю в прямом эфире, вы можете найти на каналах 1612, на канале Мухтар Аблязов, зайти в социальные сети Facebook, Instagram, YouTube. Там есть аккаунты штаба ДВК и все различные аккаунты, которые имеют отношение к движению Демократический выбор Казахстана, где вы можете найти точное местоположение и адрес проведения митингов в вашем городе. Но сейчас я, тем не менее, хочу зачитать на слух. Все эти места были проговорены с представителями на местах в том или ином городе. Мы работали также с ячейками ДВК. Хочу вам сообщить, что мы создали специальный чат Алга ДВК, где присутствуют только руководители ячеек и члены ячеек, с которым мы постоянно, регулярно обсуждаем ключевые вопросы по нашей деятельности, по организации митингов на местах, по проведению различных акций помимо митингов. То есть, так называемый подготовительный этап. И таким образом, каждая ячейка проходит тренировку. Итак, я начну озвучивать места в регионах. Город Шумкент. Парк независимости или улица независимости. Это город Шумкент. Второй город Ахтубе. Центральный колхозный рынок, улица Валиханова, 10. Центральный колхозный рынок, улица Валиханова, 10. Город Тарас. Парк имени Раскулбекова, улица Айтиева. Город Туркестан. Центральный парк, пересечение улиц Ажанова и улицы Альфараби. Пятый город Экибастуз. Обелись Победы, улица Машхур-Жусуп, 45, возле Акимата. Шестой город Кустанай, зеленый базар, улица Победы. Седьмой город Петропавловск, улица Конституции Казахстана, 1. Восьмой город Павлодар, парк имени Павла Васильева, улица Первого Мая. Хазларда. Парк Победы, улица Кунаева. Десятый город Караганда, дворец культуры Горняков, проспект Бухар-Жрау. Одиннадцатый город Джисказган, памятник Кетбука, проспект Мира. Двенадцатый город Уральск, сити-центр, проспект Евразия, 101. Тринадцатый город Атрау, вечный огонь, микрорайон номер 7. А, извиняюсь, я неправильно сказал. Торговый центр Атрау, Байзар, улица Кулманова, 111 А. Еще раз повторяю, Атрау, торговый центр Байзар, улица Кулманова, 111 А. Четырнадцатый город Ахтау, вечный огонь, микрорайон номер 7. Пятнадцатый город Талдыгурган, зеленый базар, улица Даравосана. Темиртау, шестнадцатый город, площадь Гагарина, бульвар независимости. Еще раз повторяю, Темиртау, площадь Гагарина, бульвар независимости. Семнадцатый город Жан-Озень, Тавель-Сыздык-Алана, это площадь независимости. Восемнадцатый, семей, сквер Победы, улица Каима-Мухаммедханова, 97 семей. Девятнадцатый, Усть-Камегорск, дворец Спорта, проспект Абая. Двадцатый, Кок-Читал, площадь независимости, улица Абая, 69. Мы озвучили двадцать городов страны. Они не все областные центры, это достаточно крупные города, которых где-то около ста и выше тысяч человек проживает. Эти города находятся рядом с различными районными центрами, крупненаселенными пунктами. Поэтому все те, кто хотят провести митинг 21 сентября и проживающие в населенных пунктах, небольших районных центрах, они могут провести такого рода митинги около своих Акиматов. В случае, если сторонников вы не можете набрать достаточное количество, если у вас есть возможность, мы предлагаем вам приехать в эти ближележащие города. Здесь очень важно теперь обсудить, как мы должны организовывать митинги, чтобы они действительно были эффективными. Вы по опыту предыдущих митингов знаете, когда люди, идущие на митинг, опаздывают, кто на 15 минут, кто на 20 минут. Получается так, что у полиции есть возможность, они ставят автозак, и вот такими небольшими партией людей задерживают, и получается, что полиция, обладая многократно меньшей численностью, может управиться с такой проблемой, когда сотни тысяч людей не одновременно идут к месту проведения митинга. 6 июля на самом деле на митингах как в Астане, так и в Алма-Ате было очень много людей. И не меньше, чем 9 июня, когда, собственно, власть объявила, что задержали по обвинению в участии в несанкционированном митинге около 5 тысяч человек. Ну, вы представляете, да? То есть это как минимум было несколько десятков тысяч человек в двух городах, и власти просто захлебнулись, задерживая вот такое количество людей. Но если бы протестанты все одновременно в точно указанное время начали приближаться к месту организации митинга, то есть там неожиданно все быстро начали появляться, то понятно, что у полиции не хватило бы возможности задерживать такое количество людей, которые одномоментно появляются к месту проведения митинга. То есть у них ни сил, ни возможностей, ничего бы не было. Поэтому очень важно не опаздывать, чтобы мы таким образом могли спокойно провести митинг. Что нужно делать? Значит, первое, нужно не опаздывать. Ровно в 14.00 по местному времени прийти к месту проведения митинга практически одномоментно. При этом не надо никого ждать. Прошлый опыт митинга 6 июля показывал, что мы проговорили и обозначили определенное время. Какая-то часть людей собиралась, зная, что подойдут еще люди, они ждали, 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 какие-то 30 минут. И таким образом митинг точно установлено время не прошел, а полиция получила возможность мелкими группами рассеивать и задерживать людей. Затем они сажали автобус, отвозили к себе в отделение, там их выпускали и люди, понятно, не возвращались. То есть мы такую возможность полиции не должны давать. Еще была ошибка, когда люди сидели на скамейках или прятались вблизи места проведения митинга у дворов. Опять же они сидели небольшими группами по 2-3 человека и таким образом представляли собой легкую добычу для полиции, которые вытесняли из этих мест или без объяснения каких-либо причин задерживали. То есть такой подход, конечно, не способствует проведению именно серьезного сильного митинга. Не дает возможность людям осуществлять коллективные действия, совместно защищаться, совместно стоять плечом к плечу на митинге, скандировать наши требования. И получается опять малыми силами полиция может помешать, препятствовать проведению митинга. Что нужно делать? Необходимо выбирать крупные проспекты, улицы, стараться максимально близко подъехать на общественном транспорте к месту проведения митинга. Нам уже сообщили, что в ряде городов службы получили поручение от Акиматов, чтобы сократить количество общественного транспорта и таким образом препятствовать скоплению большого количества людей именно на тех участках, где мы заявили о организации митингов. Поэтому нужно максимально приблизиться к месту проведения митинга, четко рассчитав, что именно в 2 часа по местному времени днем вы будете находиться в указанном месте. Теперь следующий важный момент по активности. Очень важно быть активным, потому что именно активные люди формируют за собой команды. Именно активность делает наши действия более эффективными. А и те активные люди, которые ясно понимают, что делают, получают максимальную поддержку от людей. В случае, если таких активных людей полиция пытается каким-то образом нейтрализовать, именно они защищаются большим количеством людей. То есть ваша активность это ваша защита. И вы становитесь менее уязвимыми. И именно вас полиция не сможет быстро сделать неактивным, нейтрализовать. То есть активность это очень важное. И все те, кто стараются быть незамеченными, то есть показывают свой страх, именно они становятся легкой добычей полиции, потому что полиция понимает. Люди, которые там сидят, они хотят быть незамеченными, они боятся. И они что делают полицейские? Они показательно задерживают таких людей, вбрасывают их в автозаки, потом привозят в отделение полиции, подержат 2-3 часа и отпускают. В основном, даже в последнее время, не заполняя никакие протоколы. Цель именно в месте проведения митинга уменьшить количество людей, рассеять, ну и там отвезти куда-то, чтобы именно на этом пятачке людей было мало. В первую очередь, именно вот такие, так называемые, незаметные люди, которые говорят, что да мы просто так тут сидим, просто так пришли, или просто мимо проходили, стараются как бы не показать свою активную позицию, именно они очень легко становятся добычей. Вы, наверное, видели даже в России то же самое. Полиция демонстративно задерживала таких незаметных людей, таким образом пытаясь оказать психологическое давление на всех остальных. Потому что активные люди, они активно сопротивляются, им большая группа людей помогает, и они, в общем-то, для полиции зачастую редко становятся уязвимыми. Поэтому, уважаемые друзья, ваша активность – это залог успеха. Ваша активность – это большой вклад в наше общее дело. И еще мы идем на несанкционированные митинги сознательно, потому что власть все равно не дает разрешения на проведение митинга или дает разным структурам, которые прямо провластны. Получает разрешение именно провластной структуры, и потом власть так вот рисуется, рассказывает, что вот, видите же, можно получить разрешение где-то, черт знает где, у памятников. И именно наше действие привело к тому, что сейчас разные пикеты, шествия, митинги небольшими группами проводятся относительно свободно. Это наше завоевание. Наше завоевание, если совсем недавно, несколько месяцев назад, ребята в Уральске или в Алматы или еще где-то выходили с пустым плакатом, и полиция их задерживала, то сейчас, вы знаете, это уже пройден этап. Сейчас власть старается препятствовать проведению масштабных митингов. И, как правило, что они делают? Вот 4 сентября прошли различные митинги. Они не были что бы масштабными, большими, но тем не менее, география достаточно широкая была. В Жанавзене, в Ахта, в Ахтубе, в Алматы, в Астане, в Шимкенте и ряде других городов. И не было никаких задержаний. Полиция просто фиксировала активных людей, чтобы накануне проведения реально масштабного митинга 21 сентября попытаться оказать давление на тех людей, которые были на митингах 4 сентября. Мы сейчас видим, что специально задерживают людей, привозят полицию, пытаются у них взять заверение, что они не будут участвовать на митингах 21 сентября. Некоторых людей задержали. Притом, интересно, на самом деле, если это административные претензии, административные задержания, вообще, как по нашему законодательству, они не могут предъявлять через 2 недели. Есть определенный срок. Если они зафиксировали, если они считают, что есть какие-то административные нарушения, это буквально несколько дней, когда должен быть заполнен протокол. Этот протокол должен быть передан в суд. А в нашем случае мы видим, что полиция прямо нарушает действующее законодательство, а суды просто подмахивают и стараются людей закрыть на несколько суток или больше, на 10 суток, как административный арест, якобы за нарушение правил проведения различных общественных акций и митингов. Так вот, еще раз говорю, мы уже часть свобод завоевали. именно благодаря тому, что мы ориентируемся на различные международные договора, которые подписал Казахстан, которые стоят выше внутренних законов, выше конституции нашей страны. Более того, в конституции четко прописано, что международные договора, подписанные Казахстаном, по своему статусу стоят выше, чем законы внутри страны. Казахстан обязан их исполнять. А международные договора гласят, что у наших граждан право на проведение митингов, шествий и все прочее, безусловное. Притом, не нужно получать никаких разрешений у местных органов власти. Нам достаточно уведомить. Мы уведомили публично, уведомили, дали адреса. Вот, собственно, я и сегодня тоже это делаю. Поэтому дело местных властей обеспечить порядок, обеспечить возможность проведения наших митингов по всей стране. Я уверен, что вот такими действиями, когда мы не будем выпрашивать наши права и свободы, мы шаг за шагом добьемся выполнения всех наших требований и выполнения тех подписанных договоров, которые когда-то Казахстан подписал и они действуют. И сейчас, я только вчера говорил, представители Министерства иностранных дел за рубежом, Европарламент и других международных организаций заявляют, что у нас все поменялось, что люди свободны выходят на митинги, нашествия, никто их не преследует, что якобы такая обсоздал некий НСОД, тот, который будет строить взаимоотношения с обществом. Якобы там есть эксперты, известные люди, но, как вы понимаете, их слова уже в тот же день или как минимум на следующий день ничего не стоят, потому что, как только они эти заявления сделали, буквально на следующий день они начали предъявлять претензии людям, которые участвовали на митинге на происшествиях 4 сентября. Но это делается специально в преддверии митингов 21 сентября, которые мы объявили по всей стране. Ну и обратите внимание, что делает еще власть. Власть накануне митингов пытается как бы запугать людей, рассказывает о нехорошей Аблязов, который сидит в Париже, нехорошая Жанна Бота, которая работает работает в Киеве, в Украине, что вот мы сейчас их экстрадируем, что вот по Жанне Бота оказывается уже больше года, работаем и вот-вот добьемся, чтобы понимали, что их результаты нулевые. Что касается возможно моих традиций, этот вопрос уже закрыт навсегда, потому что есть решение высшего суда Франции, которое не может нарушить никто, включая президента Франции. Экстрадиция ни в страны, так называемые, ни России, ни Казахстан, ни Украина, в наши страны невозможно, потому что высший суд Франции вынес вердикт, что все это преследование носит политический характер, что я являюсь оппонентом режима Нусултана Назарбаева, и все дела, которые сфабрикованы Казахстаном, они по сути являются мотивом для политического преследования. Поэтому сегодня я знаю, в парламенте Мажелиси было очередное заявление, что вот мы там будем его во Франции судить, я уже здесь скоро три года будет, как вышел из тюрьмы по запросу по экстрадиции России, и до этого была Украина, так что, уважаемые друзья, вы должны понимать, это очередной рекламный ролик, ролик беспомощности со стороны власти, попытка запугать, сказать, что вот мы против него там, там, что-то сделали, здесь, да, это и происходит, есть слежка, возможно, конечно, нападение на меня, но последствия будут немедленными, то есть Казахстан это, как я говорил, карликовая экономика, и активы самого Назарбаева, его приближенных, держатся в таких странах, которые, безусловно, применят немедленные санкции, все будет арестовано, и они будут не просто невыездными, это будет удар по экономике такой силой, что, по сути, приведет к краху, к экономическому краху со всеми вытекающими последствиями миллион людей, просто выйдут на улице, потому что масштаб санкций, которые будут применены Казахстану, страна у нас не потянет. В России очень сложно, но Казахстан не Россия, здесь санкции будут пожестче, и поэтому сейчас Казахстан выстраивает механизм преследования, они подают разные иски, фабрикуют разные уголовные дела против меня в разных странах, и цель их меня экономически измотать, чтобы я не занимался политической деятельностью, не занимался организацией митингов, а был занят только юридической борьбой. И все это, безусловно, пиарится в разных СМИ западных, нанимаются специальные агенты, и тратится на это из бюджета страны миллионы, десятки миллионов долларов. Только на начало 2014 года по официальным данным мой банк БТА, который был захвачен Назарбаев, потратил свыше 500 миллионов долларов на борьбу со мной. Только банк. А вы понимаете, что финансирование шло по разным каналам, через Самрук, Казана, наличными, и все прочее, и поэтому уже в 2014 году общий объем потраченных средств на мое преследование составил свыше миллиарда долларов. И эти расходы не заканчиваются. Поэтому, уважаемые друзья, на все заявления властей, что мы его сейчас посадим и так далее, вы должны понимать, что эта борьба уже длится более 10 лет непрерывно. И поэтому, что называется, я переживу. Наша сейчас задача добиться смены режима, и я надеюсь, вы все видите, что дни режима с каждым днем для всех становятся очевидным, сочтены. И еще, уважаемые друзья, по митингу необходимо на этих митингах, безусловно, быть подготовленными. Нужно знать, что говорить народу на этих митингах, как отвечать полицейским, которые будут подходить и предъявлять какие-то претензии. Нужно четко знать, как отстаивать свои права, знать, как вы будете действовать. Просьба к активистам, чтобы на митинги они пришли с различными микрофонами, мегафонами, таких технических средств достаточно много сейчас. И важно проявлять взаимовыручку, не стоять с телефоном в стороне и снимать, именно оказывать поддержку, взаимовыручку, группироваться, объединяться. И вы понимаете, когда вы объединены большой массой сторонников, полиция вас не сможет забросить в автозак. Даже если вас закрыли в автозак, у нас примеров по 7 июня особенно много, по 9 июня извините, когда люди, которые находились в автозаке, проявляли взаимовыручку, вели переговоры с полицейскими, у нас масса примеров, когда люди просто освобождались из автозака. Более того, автозаки окружались и людей оттуда вытаскивали митингующие. Это тоже было 9 июня. И все это можно сделать без каких-либо драк, без применения насилия, организовано быстрыми действиями, решительными действиями мы будем проводить мирный митинг. Мы не будем организовывать какие-то драки, это мирный протест, который разрешен по нашей же Конституции и подписанными договорами, который подписал сам Назарбаев и подписывается сейчас регулярно. Одним словом, нужно четко понимать, что вы делаете на митинге, как вы действуете, нужно проявлять взаимовыручку. И многие из вас знают, что у нас есть чат активист ДВК, есть аккаунт юрист, юрист ДВК, где можно получить полные консультации, есть штаб ДВК, где вы тоже можете получить полную консультацию, как действовать на этих митингах. Уважаемые сограждане, мы эти митинги организуем с одной единственной целью, добиться перемен. Перемен произошло немало за последний год, даже тот факт, что сейчас по 300 тысяч тенге списывает правительство Токаева, а раньше этого никогда не было, и как они сейчас хвастаются, что эта программа затронула почти 500 тысяч человек, сумма всего лишь, даже если это так, это 350 миллионов долларов максимум. А вы наверное помните, что такого примера не было никогда, и все действия, которые сейчас осуществляет правительство Токаева, на первую очередь связаны с вашей активностью, с тем, что появилась общественная политическая организация демократических выборов Казахстана, которая аккумулирует ответств к протесту, организует и оказывает давление на правительство Токаева-Назарбаева. Только тогда, когда есть серьезная позиция, которая имеет десятки тысяч сторонников, только тогда происходят изменения. Сейчас наша цель добиться пеймен, добиться полной смены режима Нурсултана Назарбаева. Мы себе говорим, именно режим Нурсултана Назарбаева, и он сам лично является причиной всех бед, которые сейчас есть в нашей стране. Мы говорим «шал душпан». Душпан – это враг. Шал душпаном он наш враг. И мы хотим мирными методами на этих митингах добиться смены режима, добиться демонтажа этой авторитарной системы, построить парламентскую республику без должности президента. Все ваши действия направлены именно на эти действия, на то, чтобы мы могли сменить политический режим. На этот митинг вы выходите не ради Мухтара Блязова или еще кого-то. вы выходите ради себя, ради своей семьи, ради будущего нашей страны. И поэтому все, что вы делаете, вы делаете вклад в себя, в свою страну, в свое будущее. В первую очередь, именно так это обстоит дело. И поэтому, когда кто-то начинает рассказывать, что вы не должны менять страну, не должны выходить на митинге, вы знаете, что своими пассивными действиями, своим молчанием вы продлеваете жизнь этого режима. Вы должны знать, что каждый год минимум 30 миллиардов долларов входит в карман политической верхушки. Это размер годового бюджета страны, республиканского бюджета. Представляете масштаб? То есть финансируется бюджет страны на 30 миллиардов долларов и такой же уходит в их карманы. И мы, конечно же, когда добьемся смены режима, мы все эти средства направим до наших граждан. Они будут перераспределены и ваша жизнь изменится немедленно. Поэтому эти митинги залог нашего общего будущего. Ни одного какого-то человека, нашего будущего. Вы все прекрасно знаете, что этот режим сейчас запугивает, штрафует, задерживает, сажает на 10-15 суток и так далее. Вы знаете, что у нас существует программа демократического выбора Казахстана самые разные, не только экономические, но программа компенсации. Я сейчас хотел бы вам напомнить, что все те, кто участвовал в этих митингах подвергся штрафам, после того, как мы добьемся смены режима, каждый из тех, кто пострадал, получит компенсацию не менее одного миллиона тенге. Все те, кто участвовал в победном митинге, который привел к смене политического режима на султан Назарбаева, получит каждую компенсацию в размере 10 тысяч долларов США. Я уже говорил, что даже если выйдет миллион человек, сумма составит всего лишь 10 миллиардов долларов США. Золотовалютные резервы страны составляют не менее 90 миллиардов долларов США. Каждый год в карманной верхушке политически уходит не менее 30 миллиардов долларов США, поэтому мы без проблем сможем выплатить сумму хоть для одного миллиона человек. Но для победы, для того, чтобы мы добились и сменили режим достаточно от полумиллиона до одного миллиона человек, которые одномоментно выйдут по всей стране. Поэтому, уважаемые друзья, вы должны знать, что правительство демократического выбора Казахстана разработало компенсационные механизмы всем тем, кто пострадал или пострадает от действий режима. Поэтому, уважаемые друзья, мы призываем вас 21 сентября в 14 часов прийти на митинг, добиться перемен и чем больше нас будет выходить на эти митинги, тем больше усилий мы на это дело тратим, тем быстрее пройдут перемены. вы должны знать, что 21 сентября в субботу в России тоже организовываются массовые митинги. Это Международный День Мира, Международный День ООН, чтобы вы понимали, это международный праздник, и российская оппозиция проводит марш протеста. Вот так совпало, что 21 сентября митинги протеста проходят как в Казахстане, так и России. Мы ждем вас 21 сентября 14.00 Не опаздывайте, будьте активными, вы строите будущее свое и своей страны. Аллах Казахстан!